Что вам запомнилось во время подготовки к мюзиклу? Самый яркий момент. Именно на репетициях. Наш любимый вопрос. Что больше всего запомнился на подготовке? Ой, ну, во-первых, она еще не закончилась, поэтому, может, еще что-то запомниться? Ну, как бы, мы не стараемся запоминать и не требуем запоминать. Но все равно происходят такие смешные ситуации, страшные ситуации, травмы, падения. Не хочется запоминать, не хочется даже рассказывать. Но вот первая ситуация, которая у меня пришла на ум, она смешная. Это у нас была сдача первого отделения нашего спектакля, нашему руководству. И посередине первого отделения там есть сцена, когда должны выбежать все девочки. Есть этот элемент. И все девочки выбегают, и мы понимаем, что одной не хватает. Маша безякерой. Я поворачиваю голову, а она стоит такая... Рафтокала, да? Рафтокала? Ну ладно. Ох, ну она потом так получила. Она просто замечталась за кулисами. И заговорилась, и мечталась, и просто не выбежала. И это как вот мое первое выступление. Обломалась, и все, и так и не вышло. Аня спрашивает. Смотрите ли вы шоу «Танцуют все» уже с другими участниками? И как вы считаете, изменилось ли шоу по сравнению с вашим сезоном? Конечно, с муонки. У нас просмотр, конечно, очень специфический. Потому что во время просмотра у нас идет репетиция. Шоу начинается в 8 часов, а у нас с 6 до 10 репетиций. Поэтому мы можем посмотреть нормально только после шоу, уже когда там вылетает кто-то. Ну и в перерывах там у нас телек стоит. Ну, телевизор, да. И вот в перерывах репетиции мы там бегаем, подсматриваем. Шоу, конечно, изменилось. Потому что это уже третий сезон, и другие танцоры. Ну, то есть, хотя бы по этому. Ну, очень весело смотреть, но, конечно, все это по-другому. Ну, мы уже смотрели, в прошлом году смотрели второй сезон, сейчас смотрим уже третий сезон. Ну, здорово все равно. Ребята настолько какие-то, они такие все живые, необычные, типажные. То есть, интересно наблюдать, как каждый себя проявляет. Ну, мне нравится. Себя вспоминаете? Вот в прошлом году больше вспоминалось. Да, оно так по-горячему, конечно. Вот это, наверное, так сейчас второму сезону смотреть, третьим. Как мы после первого смотрели. Да, мы уже бывало. Сейчас мы уже больше, ну, вот я уже смотрю, как больше зрителей, наверное, да. Как я смотрю X-Factor, да, или там таланты. Ну, таланты, ну, таланты, ну, таланты. Ну, я понимаю, что абсолютно разная разница, когда... Ну, вот, когда я смотрел второй сезон, второй сезон я как бы смотрел вживую, потому что и весь подготовочный процесс эфиров и сами эфиры я ввели воочию, потому что, ну, был задействован за кулисы второго сезона. А третья сезон действительно уже смотрю как зритель. То есть мы не имеем никакого отношения к третьему сезону. Конечно, переживаешь за ребят, смотришь. И я понимаю, что, если сравнивать первый, второй и третий сезон, они все такие разные. Все ребят разные. И вот ощущение, что вот каждый сезон кто-то задал ритм, и вот в этом ритме пошел у нас первый сезон. Да, вот мы были какие-то вообще подорванные, как с другой планеты. Мы нас смотрели и не понимали, что происходит. Второй сезон, они были, во-первых, все постарше, чем мы, они были такие более сдержанные, где-то даже скупые в своих эмоциях, потому что не давай доволен. Третий сезон, они вообще уже кардинально другие. Они... Есть, конечно, свои фавориты, не буду говорить кто, потому что он сейчас идет, и не буду навязывать свое мнение, потому что это чисто мое мнение. Ну, классно смотреть со стороны, и я понимаю, почему такой интерес к этому шоу, потому что только сейчас я могу абсолютно со стороны дать оценку, что такое шоу там все и все. Далее у нас Инна спрашивает. Так, 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 очень много теплых слов. Времени мало, будем опускать. Так мало в нашей жизни. Скажите, какие были первые ощущения, когда вам только сообщили, что будет поставлен мюзикл Барон Мюнхазен, и что вы будете задействованы как главным персонажем? Ой, ну, на самом деле, опять же, мюзикл, спектакль, 3D-шоу, об этом говорилось уже еще после окончания первого сезона «Танцуют все». То есть мы это обсуждали, и идея возникла после нашего с Максом первым мюнхем дуэта, когда мы танцевали Барону Масту, когда у Костика появилась вот эта вот идея, поставить огромный спектакль танцевальный. Но это все было как-то так в мечтах. В мечтах, и все, оно как-то так плыло, что-то так своим каким-то путем. Вот, и мы собирались там, уже закончился сезон, и мы летом, получается, через полгода уже собирались с ребятами, опять же, ну, с нашими, что-то придумывали, какие-то сцены обсуждали, додумывали, как это можно делать там хореографически. Ну, то есть уже искали какие-то наработки. Но хотя подтверждения конкретного о том, что это будет, еще у нас не было. Мы как бы так себе просто сначала начали мечтать. Вот, а потом в один прекрасный момент собрал нас Владимир Владимирович Бородянский, и собрание началось с таких слов. Вот у Константина Томильченко была мечта. Вот, ну, что, я не знаю, как-то, 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 как-то. Ну, понятно, все поняли, да, как-то у одного человека была мечта. И мы ее решили осуществить. Вот, и с этого, как бы, для меня вот эта отправная точка была. То есть и тогда уже пошли сборы, репетиции, музыка, костюмы, подготовка, сценарий. То есть тогда уже началась более такая плотная подготовка к постановке. И где-то через месяц, через два мы заехали на репетиционный период. Вот. Но изначально мы просто не мечтали. Во главе с Костиком. Ну, на самом деле это нас не отличает. Но вот участие на первом сезоне и участие на втором сезоне. Между нами год, да, и весь этот год, который нас разделяет. Мы действительно жили этой идеей. Мы об этом мечтали, мы этого желали, мы этого хотели. Мы просто вредили этим, этой постановкой. И этот год был мучительным, потому что ожидание, ну, мучительный процесс. Да, потому что очень много еще перенесли с даты. То есть мы что-то вот пропланировали, ну, то есть думали-думали, да, там, как-то что-то нам говорили, ну вот-вот-вот уже, ну вот-вот может быть, ну вот. И опять же нам сказали конкретно тогда, да, Владимир Владимирович? И все равно потом еще перенесли с даты. Потом опять же перенос этой премьеры, постоянно переносилась премьера, должна была изначально быть, ну, первого марта, кому-нибудь так. А, первого апреля у нас изначально планировалась премьера. Потом в октябре, потом в ноябре и потом в декабре. Но это уже... Окончательно? Это уже окончательно, да. Даже у меня назад нет. У нас дебать некуда позади Москва. Вот, ну... Я просто не договорю. Я не буду говорить, потому что... Да так говори. Нет, я всегда, если начинаю размышлять, надолго. Приведит. Вот я тоже смотрю. Я так не умею читать. Небо-небо спрашивает. Какие качества характера персонажа Барона Мюнхгаузена вам импонирует? В чем бы вы хотели быть похожим на него? Ну, мне вообще нравится Барон Мюнхгаузен. Сам такой персонаж, он очень необычный. Наверное, в наше время, человек, которого не помнил бы, да? Он настолько искренний, настолько какой-то самобытный, необыкновенный. И в то же время человек, который не боится быть собой. То есть, потому что в наше время, мне кажется, все люди что-то пытаются из себя как-то там воображать. А вот он такой, какой он есть. И он не боится этого. Вот мне вот это не нравится очень. Ну, я тоже могу сказать, что если рассматривать Барон Мюнхгаузен как персонаж, то есть принятие. Даже завидую ему. Ну, я завидую его смелостью. Потому что, насколько я считаю себя смелым человеком, да? Но Барон Мюнхгаузен — это ребенок в душе, который не стесняется, не боится чего, ничего. Никаких оценок общества, насмешек над ним. Потому что в нашей ментальности присутствует страх, что о тебе подумают, а как на тебя посмотрят. Ну, на самом деле, надо остаться детьми. Надо следовать по жизни, по примеру, Барон Мюнхгаузену. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Вопрос от Инги. В свое время Барон Мюнхгаузен, благодаря астрономическим вычислениям, он подарил людям лишний день, 32 мая. Но немногие этому обрадовались. Зачем нарушать определенный порядок? А нужен ли лишний день вам? Чем бы вы занялись 32 мая? Чем бы вы занялись 32 мая? Это был бы праздник, наверное, большой. 32 мая, это полная категорожность моему дню рождения. Потому что у меня день рождения 23 мая. Поэтому, я думаю, если бы появился день 32 мая, то это был бы вторым моим днем рождения. Я бы делал себе праздник и требовал бы подарки от всех людей. Ну, 32-23 мая. Квас. Ну, и, соответственно, вы... Это был бы мой день, и я бы делал, что хотел. А мы бы поле ему поставлять. Богдан спрашивает. Как между вами, участниками, распределялись роли в мюзикле? Ну, отвечали, в общем-то, на этот вопрос. Вопрос от Ольги. Что для вас важнее? Большая сцена, известность или только танец и признание зрителей? Смогли бы вы выступать, скажем, в каком-то малоизвестном городке или селе на малой сцене? Да, и выступали вроде бы. Что важнее? Большая сцена, известность или все-таки просто танец, чтобы вы просто танцевали на маленькой сцене, для маленького... Ну, в любом случае, наверное, важно, как бы там, кто не отникился, должно быть какое-то, наверное, все-таки признание, да? То есть должна быть какая-то отдача от зрителя. И если артист получает эту отдачу, да, вот если он чувствует, что он необходим зрителю, и зритель сопереживает ему, то неважно, где ты находишься, где ты выступаешь. Главное, что, ну, как бы, есть вот этот обмен, да, между зрителем и артистом. Ну да, если рассматривать ситуацию, даже этот вопрос, важны ли нам деньги за то, чтобы танцуем, я могу сказать, что не настолько, насколько нам важно искреннее признание зрителя, искренняя любовь зрителя, потому что для нас это самая большая зарплата, это самое большое удовольствие, когда ты понимаешь, что ты отработал круто, и зритель ушел с хорошим настроением и вдохновленный тем, что ты делаешь. Это, наверное, самый большой результат, который может быть для артиста. А по поводу сельских сцен, действительно, мы не киевляне, мы люди из провинции, и мы выступали на маленьких сценах, на очень маленьких сценах. Мы выступали даже не на сценах, а на помостах, и без них. И есть какой-то путь, да, и очень радует, что пока этот путь, как в нашем случае, как генетическая прогрессия, но абсолютно все оправдано. А еще хочу добавить, по поводу, там, маленьких сцен, все-таки обычно, вот когда мы ездили, да, что-то с исполнителями, где-то, да, на гастроли какие-то, по разным там поселкам, городам, там, маленькие, да, выступали в городах ДК, то зритель настолько, он совсем не такой, как там в Киеве, да, в больших городах, он настолько как-то все это принимает, это какие-то искренние глаза, громкие аплодисменты, и вот, ну, очень теплый прием обычно вот в таких городах маленьких, потому что там редко, наверное, кто-то приезжает, и люди очень рады, и очень тепло принимают.